Субтитры делал DimaTorzok 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 Не может помочь своей команде Субтитры делал DimaTorzok Очень неприятный момент Субтитры делал DimaTorzok 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 Главой с правого фланга Подача Выносит мяч Кукушкин Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Начинал он чемпионат Твердым игроком Основа Сейчас тоже в основе Но это потому что не Reddit Может бытьnd ему будет обидно Но я думаю Он со мной согласится Володкин Орехов Пацов мяч не получил и до Бакаева в передачу не дошла но вот сейчас сейчас и Пацов и Бакаев поучаствовали вот в этом вот в этой атаке Беляков передачу отдал не точно Володкин сохранил мяч для команды Беляков направо Бакаев подает здесь Орехов скидывал мяч туда в сторону ворот выбили динамовцы но вот что-то на давление стало похоже Данов из-за боковой Петрунин здесь Кукушкин штрафной Бакаев едва не отобрал мяч Петрунин прервал опасную очень опасную атаку Пацов Бакаев кому отдавал кому отдавал Мурат ох неприятный момент но Кукушкин справился ну да это может быть Бакаев Бакаев чуть-чуть не успел но из этих чуть-чуть много чего складывается Арсентьев мог не торопиться и не выбивать вот так в аут но повторюсь вот вот они вот эти вот чуть-чуть аут Спартака замены не готовится так разминаются ребята конечно передача вперед удар прямо в Кукушкина Ким почему мяч никто не подобрал вот странно и опять вот смотрите а это фолл жёлтая карточка получает её девятнадцатый номер Динамо Вячеслав Грулёв Вячеслав Грулёв кому отдавать Арсентьев сам выбит мог бы раньше это сделать как он проигрывает 10 минут сыграли во втором тайме ещё 30 а счёт уже 0-2 Мазуров принял мяч и его дал очень неплохую передачу Иванову там правда сопротивление пришлось этот мяч забирать но тем не менее чуть-чуть посильнее бы и атака была бы совсем другой гораздо опаснее пацов Беляков был в офсайде Убивает мяч голкипер Оффсайд Петроник будет выбивать Орехов Бакаев Ну там слишком много игроков Вот потом и речь Там слишком много было игроков и невозможно было там прорваться Фолл Но эти фоллы все на руку динамо Бакаев До пацового мяч не доведёт Ким Вратарю Ким Из-за боковой Набакаева Набакаева Да у динамо солидное преимущество в счёте уже По такой игре Аут 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 Мяне Аут Аут Мяне Сохранен Семен Получил Тор Сим Петрунин, Орехов, вот забросил, хорошо, чуть-чуть не перекинул мяч на Белякова, аут. Орехов, Петрунин пошел вперед. И Мазуров, нет, пробить здесь не смог, потом игрока соперника опрокинул, что ж такое, ну пробить не смог, он левшая, насколько я понимаю. 15 минут уже сыграно во втором тайме, почти 16, когда если ли не сейчас. Бакаев. Продрался сквозь троих, а дальше-то нет продолжения. Здесь Иванов поставит корпус, а выбивает в аут. Да, не идет сегодня, ну что, бывают такие дни, для этого нужен один гол, чтобы все перевернуть. Забить один гол, и тогда все может перевернуться. Впрочем, так в первом круге был как раз у Динамо. Спартак полностью контролировал игру, вел 2-0, и вообще не было никаких вариантов, и вот один гол, все перевернул, и в итоге счет сравнялся. А потом еще Спартак пенальти не допил. Беликол дал жок. Выносит мяч Кукушкин, но все это в аут. Динамо с мячом. Я напоминаю, что футбольный день в Академии продолжается. Сегодня в 16 часов играет Спартак 2, матч 2-го дивизиона. А в 19 часов ребята из Академии 2000-го года рождения играют против Чертанова. Мазуров, снова Мазуров, там кто-то лежит у Спартака. Что лежать-то, команда проигрывает, ну что, ногу оторвали. Орионов будет играть слева, Мазуров ушел в центр. И середина второго тайма играть осталось 20 минут. Пацов, Болоткин, Мазуров, ну прими сначала мяч. Илья, Пацов, Пацов приблизился к чужой штрафной. Ну удар поворотом был, створ не сильный. Здесь можно было только рассчитывать на ошибку вратаря. Но он не ошибся. И по-прежнему 0-2. Да, потеряли Орехова. Еле-еле дохромал он до скамейки. Причем в сопровождении врача. Рома, спокойно, Рома. Иванов, здорово. Лорионов. Володкин. Пацов выбивает мяч в аут. Сос, позиции быстро. Паня, спокойно, Паня. Еще одно нарушение правил, штрафной, Петрунин свалил. Володкин выбивает, Беляков здесь надо зацепиться, Семен, нет, Семен не цепляется, Мазрав, ну и опять, и опять не цепляется. Мазуров, Пацев, какую-то странную передачу отдавал Ким, но она прошла. Пацев. Володкин. Ну вот, неплохо Беляков, а что-то как-то не смел Семен шел к мячу. Там либо доставают мяч, либо зарабатывают пенальти, но нет, не так, не так. Бакаев, Бакаев, Бакаев продрался, но мяч опять не получает никто в красных футболках. Петрунин, Мазуров, Володкин, нет. Ну, Кукушкин очень здорово подставился, штрафной удар. Ребят, середину Демьян больше заходите, там на одного, они три уже перешли. Демьян, середина. Спина! Володкин. Кукушкин, Кукушкин глубже сюда. Иванов. Вот, правильно, Ларионов. Это желтая карточка, так и есть. Ваня, а куда ты вываливаешь? Штрафной. Мазуров идет подавать. Мазуров подает, там не было никого, но Динамовец выбил мяч и штрафной, Бакаев. Аут. Патцев. Бакаеву. И подача. Мазуров достает этот мяч и с близкого расстояния Беляков не сумел переправить его в ворота. Мазуров здорово сейчас сыграл, кстати. Реализовывать надо. Катцев. Мазуров. Мазуров лежит там за полем. Пошла им врач оказывать помощь. 15 минут остается играть в этом матче, который я пока все еще не считаю проигранным. Важно, чтобы меня спартаковцы сейчас поддержали просто. Еще есть все. Возможность вот сейчас была, опять же, забей и все по-другому будет. Угловой. Петрунин выбил мяч. Выходит Арсентьев, мяч забирает. Беляков. Семен все-таки коснулся мяча и сыграл с Ларионовым. Ларионов приближается к чужой штрафной. Мяч у него под левую. Патцев не лучшим образом распорядился мячом. Мяч потерял. И атака Динамо. Мазурова просто нет. Беляков очень медленно возвращается. Динамо атакует и упускает мяч. Сумеет Мазуров продолжить игру-то? Я так не понимаю, показывают замены или нет. Уже готов. Анацханян выйти на поле. Анацханян выйти на поле. Володкин. Бывает мяч голкипер. Беляков. Мазуров вернется в игру. Патцев. О, здорово Иванов увидел Мазурова. Мазуров куда-то пошел не в ту сторону. Штрафной вход был открыт. Ларионов простреливает. Евгеньев выбивает мяч за боковую. Мазуров. Мазуров. Иванов. Фол. Мазуров опять лежит. Смотрит. Смотрит. Мазуров. Внимание. Сам же и будет выполнять сейчас штрафной. Ещё 11 минут ещё есть. Надо сейчас забить. Волняет Мазуров Идет подача, очень низкая И контратака Динамо Иванов выбивает Должен был это еще Ким сделать Спокойно, Сос, спокойно Спокойно, один Стас, быстрее Отворот Лицо, лицо Дивьян, быстрее в середину заходи Стас, глубина, Давид, глубина Быстрее, давай, потерпи, потерпи, Давид Он с конем все-таки выйдет на поле Колонн там заменит В последние 10 минут Бакаев скидывает мяч Белякову Мяч не доходит до Белякова И контратака Динамо Петрунин Щиток улетел У Мазурова Такую передачу он сделал Дивьян, быстрее, скорость Стасик под страху его, Стасик Глубина, Давид Убивает, Арсентьев Петрунин Вот Белякова пас пошел И даже дошел он до него на линии штрафной площади Семену надо развернуться Нашел он все-таки Бакаева Тот подает Вот надо замыкать Вот здесь Лорионов Не сделал этого Не замкнул Арсентьев покидает ворота Забирает мяч Стас, грубо, Стас Иди, Стас, иди от кого Иди его Блин, Стас, без пола Стас, без пола Иди, Дивьян Ну и Петрунин здесь Все, Стас, позиция, Стас Замена Мазурова меняет Муцканян Ребят, ближе здесь Без пола Слава, Слава Уже, Слава Ближе, Дивьян Еще Пошли, 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 Пошли Не пройдет это Желтая карточка А что желтой-то нет Это желтая карточка Товарищ с идеей Беляков Бьет Семен Наконец-то гол Наконец-то гол Наконец-то Динамо Замена Девятый номер Роман Завьелов Сейчас выйдет на поле Вместо Станислава Лоцевича Автора первого гола Ворота Спартака Ну и теперь Все может измениться Может, конечно, и не измениться Но Вполне Вполне Сейчас на эмоциях Спартаковцы Могут создать еще момент Ну, тренер Динамовский Умело сбивает Все заменами Штрафной Бакаева сбили Кукушкин Иванов Передача Мимо трех Спартаковцев Мяч прошел Но никто из них Его не коснулся Петронин Моноциканян Полоткин Петронин Подает За ворота Ну, плохо Там кому-то Из Динамовцев Указывают помощь Имеют право Ведут в счете Ну, а, конечно Спартаковцам Остается винить Только самих себя Что так долго Не могли забить Вот видите, да Моментов примерно одинаково Даже у Спартака больше Составы-то Такие О, Беляхов Как обидно Семен сейчас Мог сравнивать счет Говорил я Что за ним Должок Да И вот сейчас Он этот Должок Мог отдать За ту игру Первого круга Где он При счете 2-2 На последней минуте Не реализовал Пенальти Вот здесь Он один мяч Отыграл Вот сейчас Мог отыграть Второй Перебрасывал Мяч через Вратаря Но не попал В замену Динамо Еще одна Виктор Федин Выходит на поле Вместо Давида Бедловского Ну и Петрунин пошел Вперед Последний вариант Для спасения Игры Центральный Защитник Который умеет Бороться Вверху Идет Вперед На позицию Центрального Нападающего На цыканян Пацов На цыканян Пацов Играет игра Ну а что впереди Петрунин и Беляков Ну вот такие переводы Это на радость соперников Только Бакаев Укушкин Петрунин Беляков Бей Семен Поздно На цыканян На цыканян На цыканян На цыканян Иванов Сейчас кинет мяч вратарю Это понятно Кукушкин Беляков Выиграл вверх Сейчас Петрунин Зачем Фалит Петрунин Зачем Для чего Что там Сделает игрок Который Находит спиной К пуль Ну вы Битва 15 номер Динамо Игнар Деревко Выходит на поле Вместо Виктора Демьянова Который сам вышел На замену В начале второго тайма И даже забил Пока победный гол Идет последняя минута Кстати Вся футболка в крови Кстати у Динамовца Бакаев Пацов Петронин Угловой Последний шанс У Спартака Отыграться Играться Арсентьев Собрался В штрафную Наш вратарь Остановили его тренеры Куда Да можно и так Завить и без него Пацов Вот например Но Пацов не пробил Почему не пробил Что там помешало Ну и финальный свисток Несмотря на огромное количество Остановок Судья не стал Ничего добавлять Динамо Одерживает Субтитры создавал DimaTorzok